В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Одна из самых обсуждаемых тем на сегодняшний день – это пенсионная реформа. В октябре Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий. О том, какие нововведения ждут украинцев с принятием нового закона, будем говорить с заместителем начальника Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины в городе Одессе Тамара Гартапан. Здравствуйте. Итак, мы можем говорить о том, что пенсионная реформа в Украине официально стартовала. Пенсионный возраст повышать не будут, по крайней мере, в ближайшее время. Однако установлены специальные требования к страховому стажу. Давайте подробнее об этом поговорим. Давайте начнем с 1 октября. Как только подписали законы, он вступил в законную силу. Люди с этого месяца получают свою повышенную пересчитанную пенсию. Первое – это были пересчитаны все составляющие пенсии из прожиточного минимума для нетрудоспособных, который должен был с бюджетом Украины, он был принят с декабря месяца, приняли с 1 октября и установили в повышенном размере 1452 гривны. То есть из этой составляющей были пересчитаны доплаты, статусные надбавки. Второе и самое главное – произошло осовременивание пенсии, осучастнение, о том, о чем много говорили. То есть вот эти выплаты люди получили. Были возвращены 15% работающим, то есть те люди, которые работали, у них размер пенсии был не в полном объеме, а минус 15% за исключение определенной категории людей, которых не распространялось это уменьшение. Правильно я понимаю, что уже с октября работающие пенсионеры получили пенсию 100%? Правильно, да. Единственный момент. Начисление по дополнительным ведомостям было произведено после 11 октября. То есть у кого дата выплаты выпала на число с 4 по 11, получили дополнительной ведомостью или дополнительным перечислением на банковский счет. У всех, у кого дата выплаты после 11 числа, они получают сразу свою увеличенную пенсию. Ну, раз мы все-таки заговорили о размере пенсии, тогда давайте поговорим вот об этой формуле. Она как-то изменилась с принятием закона? То есть вот расчет пенсии до принятия закона и после принятия закона? Расчет пенсии, формула осталась та же самая. За счет чего тогда повышаются пенсии? Расчет формулы. В чем формула состоит? Рассчитывается стаж. Стаж — это процент, который берется от среднего заработка. Стаж рассчитывался с кратностью 1,35. Допустим, если у человека 30 лет стажа, умножая на 1,35, это столько процентов бралось от среднего заработка. Далее, сейчас коэффициент стажа приняли единица. И все пенсии... Вот, кстати, многие противники этого закона использовали это как аргумент против. Это как-то отразится на вот это снижение с 1,35 до 1 на размере пенсии. С одной стороны, да. Но с другой стороны, если коэффициент 1,35 уменьшили к единице, а среднюю заработную плату, которая применяется в расчете пенсии, то есть дальше индивидуальный коэффициент, у каждого он свой, как и коэффициент стажа, умножался на среднюю заработную плату за три предшествующие года обращения пенсии. И у многих наших пенсионеров эта средняя заработная плата была зафиксирована на уровне 1197. Это касало всех, кто на пенсию выходил до 2008 года. Это огромное количество людей. Так вот, этот показатель увеличился в три раза. То есть, если зарплата была 1197, то стало 3764. То есть, я правильно понимаю, что вот эта базовая средняя заработная плата 3764 будет применена при перерасчете для всех? Для тех, кто выходили 10-15 лет назад, а не только для тех, кто... Правильно. Убрали эту диспропорцию от года выхода на пенсию. То есть, сейчас все, как будто бы все пенсионеры, всей нашей армии пенсионеров, мы в этом году всех приняли в пенсионеры. Все-таки, вот кто прочувствует это повышение на себе в первую очередь? Те, у кого была минимальная пенсия, те, у кого много лет страхового стажа или те, кто получал высокую заработную плату? Кому повезет больше? Размер пенсии будет большой, только в том случае есть действительно большой стаж и большая заработная плата. Что такое большая? Это больше, чем средняя зарплата по стране в несколько раз. То есть, человек понимает, да, то есть, если он получает сегодня 3 тысячи, это, будем говорить, это коэффициент 0,5. Ну, если это зарплата 12 тысяч, естественно, это коэффициент... То 6 тысяч — это коэффициент единица. Я очень грубо говорю. 12 тысяч — это коэффициент 2. Вот у кого заработная плата была больше? И, естественно, тот, кто раньше вышел на пенсию. У кого пенсия была минимальная, особых повышений людям их подняли на уровне прожиточного минимума. То есть, пенсия та, которая была на уровне 949 гривен, сейчас составляет 1373. То есть, будем говорить, у них самое большое повышение, при том, что... Ну, не то, что самое большое, но вот ощутимое, будем говорить, так, на ровном месте. У тех, у кого есть полный нормативный стаж 30-35 лет или 20-25, это уровень 1452, не меньше. Мы не говорим, что это у всех, мы говорим не меньше. К этой категории относятся все инвалиды и пенсии по потере кормильца. То есть, это тоже уровень 1452. То есть, ощутили в первую очередь те, кто выходил на пенсию, будем говорить, до 2008 года. И у того человека действительно была достойная заработная плата. Все-таки вот этот вот процесс перерасчета, он будет проходить в октябре или он все-таки займет какое-то время? Он уже прошел. Прошел. То есть, если, предположим, в октябре кто-то из пенсионеров не получил повышенную пенсию, им уже ожидать, что в ноябре будет какой-то перерасчет не стоит? Стоит. Долги менее чем 140 гривен мы на дополнительные ведомости не начисляли. Мы их начислили, но выплата будет произведена только в ноябре в их плановую выплату. Если человек хочет узнать, из чего состоит его пенсия и какое его повышение, в принципе, телефоны горячих линий все работают и это можно узнать. Вот сейчас вы уже столкнулись с какими-то сложностями? Много ли пенсионеров обращаются, спрашивают, почему кому-то и соседей повысили, почему мне не повысили? Вот какие-то разъяснительные консультации ведутся на этот счет? Мы разъясняем. Но, наверное, самый большой вопрос, не почему мне так мало подняли, вот соседу подняли больше, это очень сложный вопрос. Сложный вопрос еще объяснить, допустим, когда у меня есть знакомые, то есть вот работают в музее два человека, у одной поднялась на 50 рублей, у второй поднялась на 2 тысячи. Почему у нее поднялась? Мы работаем в два музея. Кто-то дорабатывает свою жизнь в музее. Ну, допустим, да, то есть более уже спокойную работу выбрал, но расчет пенсии, его происходил совершенно других показателей. Человек работал, допустим, в районах Крайнего Севера, допустим, на производстве на заводе со сдельной премиальной оплатой труда, то есть где зарплата была выше, чем средняя. И сейчас, работая в музее, то есть кого-то на 50 рублей, кому-то на 2 тысячи, потому что расчет пенсии базируется на другой заработной плате. Возвращаясь все-таки к страховому стажу, об этом тоже много говорили, да, мы знаем, что было до принятия этого закона, и что нас ждет с 1 января. Вот об этом расскажите, о том, насколько увеличился страховой стаж. Выход на пенсию, он не увеличен, будем говорить, он варьирует. То есть тот человек, который работает и всю свою жизнь официально работает, выйдет на пенсию в свой возраст, тот, который ему положен. То есть женщины сейчас выходят в 58,5 лет, мужчины в 60 лет. Этих изменений не было. То есть я не выйду в свой возраст, если у них будет необходимый полный стаж. С января этот минимальный стаж для того, чтобы были отношения с пенсионным фондом, это 25 лет. И ежегодно этот стаж будет увеличиваться, и через 10 лет необходимый стаж – это 35 лет. Но вам не кажется, что все-таки увеличение страхового стажа – это такое завуалированное повышение пенсионного возраста? Нет, я не думаю. То есть тот, кто человек всю жизнь не работает и как-то живет, я не думаю, что вдруг сейчас, ну вот, ему 50 лет, у него 10 лет стажа, и он что-то изменит, и докупить-то стаж – это совершенно не дешево. Ну да. Вот в 2028 году, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, необходимо будет иметь стаж 35 лет. На ваш взгляд, в 2028 году в Украине много, украинцев смогут претендовать на пенсию. Вот согласно тем реалиям, которые есть сегодня, когда все-таки много людей работают неофициально? Ну, я думаю, что, конечно, процент этот уменьшится, и пенсионный фонд мы должны поменять, и понимать, что, поменять свое мышление, и понимать, что пенсионный фонд будет производить выплаты только тем, кто действительно, у кого производились удержания своего заработной платы. И эта реформа направлена на заинтересованность людей, на официальном оформлении, чтобы производились отчисления официальные. То есть заинтересованность людей должна быть. Все-таки закон направлен на то, чтобы молодежь задумалась о том, что надо официально трудоустраиваться, а не работать на зарплату бюлета. Вы уже говорили о возможности купить страховой стаж. Вот немножко об этом. В новом законе что-то об этом сказано. Сколько это приблизительно будет стоить, и вообще, сколько лет страхового стажа можно докупить, если его не хватает? На сегодняшний день месяц стажа стоит 704 гривны. Если 704 гривны помножить на 12, то получается 80 с лишним тысяч можно докупить один год стажа. С января это будет по-другому. То есть ставка будет 1 к 2. То есть это зависит от минимальной заработной платы. То есть если с января минимальная заработная плата будет не 3200, а образно там 5000, то есть с нее 22% будут, естественно, не 704 гривны. Не могу сейчас посчитать, пусть 850 гривен. Но покупка будет стажа, ставка 1 к 2. То есть месяц стажа будет не 800 гривен, а 1600 гривен. То есть а максимально сколько лет можно будет докупить? До 6 лет можно будет докупить. Подолжая говорить о нововведениях, также есть норма о ежегодной индексации. Что это такое, как это будет происходить? Что будет учитываться? Рост цен, инфляция. Что в общем звучит красиво. Вот это осуществление, оно первое. Вот то, которое произошло, и что люди действительно ждали очень давно. И то, что заложили сейчас в законе, то есть в принципе выплата пенсии будет отмежевана, то есть она будет отделена от политических каких-то решений. То есть допустим, кому-то выгодно, вот будем сегодня поднимать всем пенсии на 100 рублей, или завтра на 200. Этого не будет. То есть это будет все сопряжено к формуле расчета. То есть в принципе ежегодно этот будет рассчитываться коэффициент инфляции, и эта средняя заработная плата, которая сейчас применена для всех 3764, будет увеличена на этот коэффициент. То есть будет говорить так, что все пенсии должны будут держаться в тонусе относительно инфляции, которая происходит в стране. Эта норма начнет действовать уже тоже с 1 января? Она должна будет действовать через пару лет. То есть в ближайшие 2 года. Сейчас прошла, в ближайшие 2 года она произойдет по отдельному, если будет постановление Кабмина, если его не будет, то через 2 года это будет плановое и ежегодное. Насколько я знаю, есть еще нововведения касательно предпринимателей. Для них появилась возможность тоже подумать о пенсии. Вот нас наверняка смотрят предприниматели, что им нужно сделать для того, чтобы обеспечить себя пенсией. Для них была всегда возможность обеспечить себя пенсией. Просто предприниматели, они хозяин барин, сам себе. То есть хочу плачу, хочу не плачу. Особенно те, кто достиг пенсионного возраста, или, к сожалению, стал инвалидом, они освобождены от уплаты. То есть они понимают, что если нет уплаты в пенсионный фонд, нет официальных отчислений, значит нет стажа, нет права на последующий перерасчет. Предприниматели, что они всегда, производя отчисления в пенсионный фонд, имеют право на пенсию при наличии необходимого стажа. Просто вот именно о предпринимателях тоже говорили. Там говорилось для расчета права на пенсию. То есть стаж будет засчитываться. Будет рассчитываться стаж независимо от суммы уплаченного страхового его отчисления в пенсионный фонд. То есть мы будем рассчитывать право на пенсию, будем рассчитывать вот с января, это 25 лет. Вот для учета в эти 25 лет, это будет браться воинская служба, это будет частное предпринимательство. Независимо не то что от уплаты, от суммы уплаченного взноса. Для права мы это будем брать в стаж. А что касается специальных пенсий, пенсии за выслугу лет, что новый закон говорит об этом? Новый закон говорит, что специальные пенсии. Специальные пенсии, они скасованы, но тем, кому пенсия назначена, она будет выплачиваться. Если эта пенсия будет невыгодна, человек имеет право пересчитать на общих основаниях. Но для кого-то остались исключения? Для назначения? Специальные пенсии. Специальные пенсии государственная служба. И те, кто приобрел право на назначение этой пенсии по состоянию на 1 мая 2016 года. А после 1 января 2018 года? Нет, их нет. Их не будет. Их не будет. Правильно ли я понимаю, что народные депутаты следующего созыва уже не будут получать специальные пенсии? Нет, они будут получать, если у кого-то пенсия назначена, допустим... Нет, я не буду следующего созыва. Да нет, не будут, уже пенсии не назначаются. Даже если кто-то приобрел его, допустим, у него 62 года уже, и у него есть этот необходимый стаж, допустим, рассчитывается право на 1 мая 2016 года. То есть если у этого человека, допустим, у меня, давайте так, пенсии отменены, но у меня на мае 2016 года было 10 лет стажей государственной службы. Дай бог, я доживу до 60 лет, и ничего не изменится, я буду иметь право назначить себе пенсию государственного служащего. Но это только люди, у кого на 1 мая 2016 года есть 10 лет, согласно статье 25 Закона Украины про Державную службу. Вот все-таки еще несколько слов о том, пенсионная реформа направлена на то, чтобы мы перешли от солидарной системы к накопительной. Для тех, кто не понимает, что такое солидарная, а что такое накопительная. Солидарная система – это отчисления, которые производятся из заработной платы, и сразу идут на выплаты действующим пенсионерам. Эти деньги нигде не собираются, не аккумулируются, их нельзя наследовать. То есть мы все собрали в общую корзину, и тут же мы раздали, все, денег нет. Поэтому на сегодняшний день мы были вынуждены, как сказать, проходить определенные этапы и принимать эту действительно реформу, потому что сегодня работающий не может содержать, а у нас сегодня количество работающих уже… Вы знаете, что один пенсионер равняется одному работающему, невозможно удержать. Накопительная – это совершенно другое, это отчисления из заработной платы, которые будут аккумулироваться на индивидуальном счету, и эти суммы действительно, их можно будет наследовать, и их можно будет получить выплату по достижению пенсионного возраста. В случае необходимости можно будет досрочно эти деньги получить. Это сейчас только законопроект. Еще, наверное, не один законопроект должен быть принят для того, чтобы Украина пришла к накопительной системе. Спасибо вам большое за беседу, за то, что разъяснили многие моменты. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника Центрального объединенного управления Пенсионного фонда Украины в городе Одессе Тамара Гортопан. Меня зовут Валерия Володина. Оставайтесь на репортере.